Доброе утро! С вами Светлана. Сегодня у нас выходной. Завтракаем мы вдвоём. И варим мы кофе. Кофе у меня очень вкусный, девочки. На турку, у меня небольшая турка, средняя турка, такая вот средняя турочка, такая вот, три ложки кофе. Кофе у меня с шоколадом. Вот просто кофе очень вкусно. А ещё если и с шоколадом, оно, это сказка. Три ложки кладём кофе, заливаем водой, очищенной, естественно, из-под крана вообще не пользуюсь, и ставим на газ. Пока у нас кофе будет вариться, мы сделаем быстренько. У меня муж любит дальневосточные бутерброды. Я не знаю, как эти бутерброды правильно называются. У нас в семье они дальневосточные. Вот в этом случае мы едим батон. Потому что батон мы, в принципе, не едим. Но стараемся меньше есть хлеба. Не из-за того, что там худеем, толстеем, нет. Просто меньше. Нарезаю я дурки. Делаю в них прям руками, потому что руки, естественно, чистые. Вот такие вот выемки, гнёздышки, дырочки. На разогретую с маслом сковородку. И туда выливаем яичко. И будут такие вот дальневосточные бутерброды. Но я покажу вам. А соль? Ну, немножко посолить. Допустим, я себе не всегда солю. А сегодня у нас очень много дел. Сегодня же выходной. Как обычно, выходной много дел. Сегодня нужно сходить на маникюр. Записаться к мастеру. Сняла ногти. Потом личного характера. Всякие дела. В кино меня муж опять пригласил. Обязательно сюжетики покажем и обсудим с вами этот фильм. Нравится нам этот фильм. Ну, а теперь завтракать. Готовы дальневосточные бутерброды. Они очень вкусные. Злата, ты чего чихаешь? Так. Теперь будем наливать кофе. Когда есть свободное время, ну, допустим, в выходной день, кофе любим вареное, нерастворимое. И к тому же еще и с мороженым. Девочки. Злата, ты чего? А что уже в бокале? В бокале сахар. И сливки. И все, и кофе. Так. И теперь можно положить туда мороженое. С мороженым, конечно, кофе очень вкусно. Опа! Злата! А мороженое у тебя тоже с шоколадом? Да, мороженое тоже с шоколадом. Кофе с шоколадом, мороженое с шоколадом. Все с шоколадом. Итак, девочки, приятного вам аппетита! Если вы завтракаете, если обедаете, если даже ужинаете, все равно мы вместе, и приятного аппетита! Ну, а дальше мы встретимся! Ну, что, девчонки, мы уже успели съездить на дачу. Нужно было отвезти мясо для нашей овчарки, для нашей охранницы. У нас там сторож сварит бульон, сварит кашу. Потом посмотрели, я сажала там редиску. Редиску. Редиску сажала перед тем, как уезжать на море. И укроп. Но мы заехали оттуда в магазин с дачи и купили вот такие конфеты. Я знаю, что они продаются в фикс-прайсе. Очень девочки вкусные. Внутри у них сгущенка. Они шоколадные, кругленькие. Не буду пробовать, а то буду чак. Невчонки. Нечаянно совсем. 190 рублей за килограмм по акциям в магните. Затем купили полезный сок, замечательный тыквы. Здесь 1,8 и цена 99 рублей. Ну, 100 рублей. Произведен в Орловской области. Орех, привет! Будем сегодня на ужин тыквенный сок пить. Затем купили благо. Ну, покупаю иногда благо. В принципе, неплохое масло. По 77 рублей. Так, что еще мы там заехали, купили? Взяли колбасы без шпика по 310 рублей для салата. Сегодня будем с вами салат оливье делать. У меня мужчины заказали оливье хотят. Затем купили тогрус оливковый в ведерке, потому что оливье не бывает без майонеза. Замечательный, любимый мой джем апельсиновый по 76 рублей со скидкой. Так, что мы еще? Яйцо купили, яйцо белое, по 50 рублей. Что мы еще тут что-нибудь купили? Купили сникерс к чаю. Да, да, сегодня сладкое купили. По скидке. Ну да, 34 рубля. Так бы не купила. Не люблю сладкое в последнее время. Батон с пекарни. И хлеб с пекарни тоже. Так, а, редиску же я вам хотела показать. Не буду ставить на стол, потому что ведро с дачи привезла. Вот даже она вся зеленая, с зеленой ботвой. Ты там одну зелень показываешь. Ну она грязная, просто я там не стала мыть. Дома помою. Вот такая вот редиска. Сейчас конец октября. Да. Ну маленькая она, да, не успела. Здесь вот ее много, разный. Разный сорт. И с белым хвостиком, и не с белым хвостиком. Но на салат сейчас все помою и сделаю салат. Потому что не все у нас любят оливье. Ну грязная, извините уж. Осенняя редиска со своего огорода. Ну да. Вот такая вот она девочка. Такая вот лапочка. Укроп. Укроп тоже я сорвала, но я уже его в холодильник убрала. Не буду сейчас грязными руками туда. У нас, кстати, уже были заморозки. Были заморозки. Вот. Но, видите, редиска хорошо пережила заморозки. Так, ну что, делаем с вами салат. И в кино мы успеем, наверное, да, в кино уже? Нормально. Да. Сделаем быстренько салатик. Ты пока смонтируешь видео, которое будет выходить вот прям, вот-вот-вот. Ну все. Делаем салатик. Делаем! Мы опять вредные пьем. Кола? Очень часто. В последнее время. Ну ладно, немножко. Можно. Мы пришли посмотреть фильм супер-бобровый. Народные мстители. Народные мстители. Потом вам все расскажем. Первую-то часть мы видели. Первую часть ей очень понравилась. Настолько смешной фильм. Отдыхаешь. Сидишь там, прям отдыхаешь. Серьезно. Ну и сейчас вторая часть. Муж говорит, пойдем. Ну а что бы не сходить-то? Ну и вам кое-что покажем. Обязательно. Небольшие кусочки. Плюс потом еще расскажем. Возможно, кому-то захочется сходить вдвоем. Возможно, даже не вдвоем. Ведь можно в кино ходить не только с мужем. Можно и с другом. Можно и с подругой. Можно вот у меня мама, допустим, уходит и с подругой в кино, и в театр. Почему нет? Да можно даже и одну. Пришел, посмотрел, отдохнул, нахихикался, нахохакался. Нормально. Еле наплакался, если это 50 оттенков зеленого. Нет. Мы больше любим отдыхать, а отдыхать – это комедия. Ведь не хихикаешься, это прям вот отдохнешь, вся усталость, все проблемы, все что-то, там заботы какие-то уйдут, и вы как заново родившиеся. Ну, дома смотрим, детективы. Дома, да, почему-то детективы. Вот прийти в кинотеатр, посмотреть, детектив, как-то он больше располагает в домашней обстановке. Полежать там, посидеть. А я думаю, ты только о себе и думал, как и всегда, впрочем. Что я? Да я работал как конь, чтоб вам всем хорошо было, чтоб тебе хорошо было, Света. Все это я уже слышала. Ну, значит, не услышишь больше никогда. Чистая работа, скажи. Олеша! Прости, Олег, я тебя не узнала в темноте. Тебе что, прошло, раза не хватило, а? Пойдем во двор выйдем, поговорим. Нет, нет. Я что-то не пойму. Я что, я мужчину себе не могу в дом бегать? Я, будешь, прошел, взрослая женщина. Ко мне пришел кавалер. Могу я, в конце концов, построить себе счастье в этом доме? Пенсионера так просто не убьешь. На себе тыщу выжимай. Он зараз поднимется. СМЕХ СМЕХ Ты кто? Могу я ищу мою грицу, капалка. СМЕХ Где деньги, народные? Мне нужна вся ваша энергия. Сосредо, прошусь. Могу я ищу мою грицу. Припечатала. Да. Это опять же было? Да. СМЕХ Девочка-умочка. Это такой козел противный. Это врединка, а он в нее влюблен. Это девочка-силач. Ну, это лапочка. Это разговаривает с животными, а это дед постоянно умирает. А наверху? Ну, наверху литунья. Такой фильм рекомендую. Все, закончился фильм. Очень интересный. Да. Поучительный. Дома расскажем. Обо всем. Фильм. Ну, поделимся дома впечатлениями. Что вы в холодильничке? Упс! Девочку застали за преступлением? Она за сосиской полезла? А время-то уже, между прочим, двенадцатый час. Да-да-да. Вас застучали. Или вы там сырку хотели съесть? Что, это не ты? Нет-нет-нет? Честное слово, это не я. За селедочкой на ночь глядя. Это скумбрия. Ах, девочка, это скумбрия. А может быть кусочек сыра?